Добро пожаловать в ину реальность, с вами Олег и вы на канале Ди Фрилгейм, а у нас ведьмак и мы в мышиной башне, вот только дополнительно найти духов, что-то я здесь больше никого не нашел, ну как всегда мы возможно что-то пропустили, на самом деле это не очень-то и важно. В общем какие-то были эксперименты, сейчас только, сейчас мы сделаем не так, ну да вот дневники, что-то он тут с крысами начудил, Как всегда мы ходим в обратном порядке, вначале надо было вниз, потом наверх, короче ладно, вот так, так и будет. Сейчас посмотрим, вот здесь лодка. А кажется она стала моровой девой. Да, вот здесь лодка. Начинаем. Отлично! Держивать. Ура! Сочувствую. Ура! Но… Ура! Как гнусный же ты! Ну, поплыли, поплыли. Не нашли дополнительных, ну и фиг с ними, на самом-то деле. Отпусти меня, он сказал, я не хочу никого убить. Кто-то учить. Оставь меня в покое. Поговорить хочу. Ты глухой или как? Я же сказал, ты кто такой? Я был на острове и знаю, что там случилось. От меня что тебе надо? Я хочу поговорить об Аннабель. Да что ты можешь о ней знать? Я разговаривал с ней. Аннабель больше нет. Она выпила яд. А я не сумел я ее спасти. Расскажи, что случилось на Коломнице. Если уж так интересно. Милка, Зембаш и Фалик созвали самых сильных мужиков, чтобы поплыть на остров. Хотели отобрать у помещика свое. Они знали, что мне слуги в башне ворота откроют, потому что я продавал им рыбу. Тебя заставили пойти с ними? Нет, я... Я думал мы с Аннабель, что мы убежим вместе, но... Все покатилось к дьяволу. Наши начали убивать. Хотели изнасиловать Аннабель. И она отравилась. Маг ей, видать, яд удал. Я выбежал из башни. Орал, что хочу умереть. Приклинал их. Нет, не могу. Не заставляй меня вспоминать. Что именно ты сказал, когда бежал с острова? Я... Не помню. Я хотел, чтобы они заплатили за то, что с ней сделали. Если ты их проклял... Коломница – место с мощной магической аурой. А ее могут пробудить сильные чувства и злая воля. Твои слова могли стать источником проклятия. Из-за этих ублюдков она отравилась. Аннабель не отравилась. Она выпила сильнодействующее снотворное. Так чародей хотел ее защитить. Все должны были принять ее за мертвую. Но... Это значит... Разве она... Ты сказал, что говорил с ней? Я говорил с ее духом. Когда она проснулась, в башне остались только остывшие трупы. И крысы. Они сожрали ее заживо. Значит, тогда она была еще жива? Но... Нет, это невозможно. Она была совсем холодная, как мертвая. Я тряс ее, умолял, чтобы она открыла глаза. Я не верил. Понимаю, ты чувствуешь себя виноватым, но ты не мог знать, что это не яд. Боги, что я наделал? Если бы я остался, чтобы ее похоронить, я бы заметил, что она жива. Все могло окончиться хорошо. Ты не выжил бы на острове. Лучше бы я умер, чем оставлять ее крысам. А теперь я уже ничего... Ничего не могу для нее сделать. Ты ошибаешься. Ты все еще нужен, Аннабель. И можешь ей помочь. Она все еще там. В башне. Я могу... Могу ее увидеть. Да, но ты должен кое-что знать. После смерти Аннабель превратилась в моровую деву. Это как? Она не просто неупокойный дух. Она стала могущественным призраком. Скорбь и ненависть дают ей силу сеять смерть и мор. Она страдает. Как я могу ей помочь? Аннабель думает, что ты ее бросил и сбежал. О, боги! Значит, она ненавидит меня и все это время думала, что я ее бросил. Да. Если ты вернешься в башню, может, тебе удастся ее убедить, что все не так. Я думал, она умерла. Я бы не оставил ее одну. Аннабель и других духов удерживает на острове проклятие. Любовь может разрушить его. Как в легендах. Если ты знаешь эти легенды, то понимаешь, что достаточно поцелуев, чтобы разрушить злые чары. Но при одном условии любовь должна быть настоящей. Говорю тебе, я любил ее всем сердцем. Прошу, отведи меня к ней. Это будет опасное путешествие, ты понимаешь? Да конечно, но я не трус. Уж в этот раз не побегу. Ничего, давай встретимся у башни на Коломнице. Хорошо, пускай так. Какая-то девушка, цветы похожи на часовню. Да, вот такая история, твою мать. Не попал. Да ладно, что? Не можем запрыгнуть. Так, а что это за ребята? Так, а вот так допрыгнули? Хорошо. Поехали. Сейчас что-то будет. Да что ты сюда прыгнул, если я тебя в другую сторону разворачиваю? Да что ты сюда прыгнул, если я тебя в другую сторону разворачиваю? Идем в башню. Идем в башню. Да и кому-то не повезет сейчас. Твою дивизию, это кто? Граком. Граком! 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 Когда я входил сюда в последний раз, все еще надеялся, что Аннабель и я... Ведь все могло получиться. А так. Все из-за меня! Если бы я сумел ее защитить Прошлого не изменить, но теперь ты поможешь Аннабелле обрести покой Тут так страшно Так тихо Давай быстрее, не стоит здесь задерживаться Они так орали, а теперь все тихо Все мертвы Не думай об этом, идем Продолжение следует Все-таки ты вернулся ко мне Это... Это я, я Аннабелле Та, которую ты бросил Помнишь? Аннабелле Я был уверен, что ты умерла Если бы я знал, я бы никогда тебя не оставил Я сделал бы для тебя все Ты же знаешь Поверь мне Докажи Поцелуй меня Грахам, подумай Ты же знаешь Я же знаю КОНЕЦ Наконец-то Я снял проклятие А Грахам и Аннабель теперь вместе Да, печальная история Сказать Керри, что с проклятием Проклятие с коломницы снято Ну и хватит здесь что-либо искать Можем отсюда уходить Кстати, кстати о птичках Если вы заметили, смотрите Сейчас лампа светит как обычная лампа Как светильник А вот здесь становится зеленым То есть там, где по заданию требуется вызвать духов Точнее не вызвать, а Послушать о чем они говорят Он загорается зеленым светом А там, где это не нужно Соответственно Он становится обычным Вот он переключился И опять переключился Сейчас мы выйдем на улицу И он становится обычным светильником Это тоже Установлен мод В списке, который я прилагаю Под видео Он есть Скорее всего в папке Графика Вот смотрите Видите Он обычный светильник А там, где по заданию Соответственно Он должен Да, он заряжался зеленым Вот такая мелочь Но это корица на любителя Кто Допустим Хочет не с факелом А со светильником ходить Это все мелочь Но тем не менее Тем не менее Это есть Так Нам нужно вернуться к Керри В принципе Мы, наверное, можем прыгнуть Скорее всего Нам не обязательно туда Плыть Опять Вот сюда можем Так А может быть Кстати Мы можем что-то продать Хотя Да Вот мусор В принципе Можно Сейчас Секундочку Амулетики? Из-за Арктики? Может черепаший камень? Угу Покажи мне свои товары Зубы мертвецов Почечные камни Надежные средства В ненадежное время Ха-ха-ха Это серьезная заявка Так Так-так-так Я только что видел Барабан Девять Ты издеваешься? Ух ты Как много здесь всего И здесь Ой-ой-ой-ой Как всего Много и хорошо Так Чуть-чуть Так А у тебя что? Нильфгард Не нужен Абсолютно Так А вот зачем Факелы? У нас же вроде Они бесконечны Наверное Ну и все Будь здоров Прощай Что ты человек бывалый Так скажи мне Хватит ли бабу Раз в неделю лупить Или больше надо? Ха-ха-ха Серьезный такой вопрос Серьезный такой вопрос Так На всякий случай Геральт Я как раз начала скучать по тебе Так Расскажи мне что-нибудь еще о чародеи с острова Вы были друзьями? Вот уж не думала, что тебя настолько интересует моя личная жизнь Мне интересно, что объединяло вас как магов в профессиональном плане В этом отношении у нас было мало общего Александр был одним из тех нервных экспериментаторов Которые не спят ночами Которым для счастья хватает одинокой башни и набора реторт Я снял проклятие с острова Ты убедил Грахама пойти с тобой в башню? Ты сказал ему, что там моровая дева? Он знал, чем рискует А еще он слышал истории о поцелуе истинной любви Который разрушает злые чары Наверное, это добавило ему отваги И что? Все кончилось хорошо? Как посмотреть? Проклятие снято Душа Аннабель обрела покой, но Грахам умер Бедный мальчик Что ж, настоящая любовь встречается реже, чем многим кажется Одно меня беспокоит Ну? Аннабель сказала, что Александр изучал заразные болезни И упомянула Катриону Ты знала об этом? Все чародеи об этом знают Александр был очень уважаемым эпидемиологом Я бы многое отдала за возможность заглянуть в его заметки Но он их тщательно охранял Что ты будешь делать со светильником? Я же говорила, можешь оставить его себе Мне он вряд ли еще понадобится Остров же очищен Я начинаю жалеть, что не выбралась туда вместе с тобой Впрочем, мы еще можем наверстать упущенное Ну ладно Мне пора в путь Может, ты останешься еще ненадолго? У меня есть еще одна малюсенькая просьба Да? Я заказала из Новиграда кое-какие субстанции Торговец должен был приехать еще вчера, но так и не появился Может, взглянешь, что случилось? Этот груз очень важен для меня Конечно, посмотрю Почему нет? Если он ехал из Новиграда, значит, должен был проезжать большие сучья Я посмотрю в округе Спасибо Я буду очень признательна Дружеская услуга Так, а нам ничего не нужно для... Так, здесь ничего О, лучше... Ох ты, ё Ой-ё-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о так вот этой корень корня нет тут призрак да что ж такое везде везде призрак так и вот это нужно сделать бы это что фосфор да и эти нужно покупать чтобы были так а здесь перцовка сейчас глянем у нее а ну-ка будет ли она гераль да я как раз начала скучать по тебе да да подожди подожди а ну-ка да что у тебя есть наверно от прежней колдунь и тебе досталось порядочно рухляде это еще мягко сказано хочешь взглянуть да с удовольствием так у нее много чего есть интересного это чего нет сало нам не нужно блин что играл фосфор и стоит он хорошо так это мы взяли так по 2 возьму ну и хватит а чё бы ей продать чё бы ей продать такого интересного да вот ничего пока не хочу пуп стоп блин зря я вышел щас верно от прежней колдунь и тебе досталось порядочно рухляде это еще мягко сказано хочешь взглянуть да с удовольствием немножко слишком быстро вышел ну тут два еще есть так по ну пока пока оставляем как есть вот теперь можно выходить так а ты и камни покупаешь а денег у нее немерено просто неверенно но мы еще найдем это все хотя можно было и продать ладно вот так до свидания жди меня и я вернусь так что там у нас опять ворожей на хрена мне твой ворожей так а светильник мы в принципе можем отключить сейчас глянем так у нас где что есть только не здесь значит вот здесь не понял а в разном так факел вот а наверно только после перезагрузки скорее всего он не будет виден а факел будет сейчас проверим да вот обычный светильник а кстати да вот он исчез он не видим кстати тоже но я говорю уже про этот мод это мод чтобы были видны носимые вещи и бандиты иди сюда хочу не попал что вы попадали только замахнулся ты уже падаешь о цыпленок это кстати ну иди сюда стоп не то куда поскакал жалкое зрелище нахрен ты мне нужен был так это кто а 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 где то здесь широкие тяжелые колеса фургон торговцы Ребята, вы меня ждете? Функции водяные от вас Так, и что? Свернул с дороги на всем ходу Нехорошо Согласен, что нехорошо Ну да, местный торговец путешествует по Велену в одиночку Добром это не кончится Куски мяса к таблипасу? Интересно, для какого такого заклинания? Сухое красное из зубарана Ну, южный склон с привкусом черной смородины и цинтрусовых Жаль Я не поврежден, но ничего магического я не чувствую Хотел бы я знать, как Кира это объяснит Человеческое Артериальное Он не мог далеко уйти Спрятался и ждал помощи Помощь не пришла Вот тебе и велен Мы обстряпали дело всей нашей жизни Мало того, что мы распродадим весь склад Да еще и стройной прибылью Клиентке нужно все Вина из баклера Отбожили ну во Ух ты господи До старой выдержки Белого, красного и розового Мясо Котаблепаса Интересно Котаблепаса Это интересно Мариновану говен Так, господи Надеюсь, вы покушали Ну просто все, дружище Единственная загвоздка в том Что весь товар надо привезти в Велен В деревню подлестья Знаю-знаю, что это небезопасно Что там война и вообще Но ты подумай, какие бабки А я уже выправил левую охрану грамоту С ней ты переедешь через Понтер А там уже рукой поддак Ты справишься Да вот хрена Хрена он справился А вот мяско Котаблепаса Да еще подвинсо розовое С гвоздикой И мятой И я бы не отказался Так, а что я иду? Где моя любимая лошадка? Красава Так, а мы можем здесь срезать? Да, мы можем Тут есть тропинка Ну да Не торопись Да мы уже на месте Че нам торопиться? Геральт Я как раз начала скучать по тебе Да ты че? Я достал Вещества, которые ты просила Прекрасно Теперь можно заняться Двойным древесным расхождением Но сначала Нагреешь вина с пряностями Я видел, что было в телеге Мясо, дорогие вина Зериканские пряности Ничего магического Может скажешь, что ты задумала? Я лучше покажу Но придется немного подождать Ты меня заинтриговала Ладно, я подожду Тогда брысь на двор Будешь нарежаться? Позже Не торопись Ну, иди, жди перед домом Благодарю за терпение Я почти готова Что это? Если бы я хотел увидеть белых мышек Я бы просто напился Обрати внимание Я сказала почти Не мешай Мышей, лошадей Трансфигурация третьего уровня Впечатляет Но я все-таки не понимаю Знаешь сказку о Золушке? И даже реальную историю Во Дворцовом пруду Появился ригер И проглотил принцессу Сандрилу От нее осталась Одна туфелька И... Умоляю Ни слова больше о ригерах Вернемся к сказке Я мечтаю Что в одну волшебную ночь Сбегу с этих жутких болот Добрая крестная Мне не нужна Чары я и сама наложу Но От прекрасного принца Я бы не отказалась И выходит так Что ты единственный Достойный кандидат Во всем Велине Итак Что ты скажешь Насчет поездки верхом В лунном свете И об ужине Обязательно Я бедьмак А не жигла Да не, ребята Звучит заманчиво Я вряд ли смогу отказаться Но перед отъездом Есть еще одно дело Превратишь тыкву в карету? Нет Превращу наши мерзкие лохмотья Во что-нибудь поприличнее Не кривись Это просто иллюзия Совсем не больно А на рассвете все станет Как было Ну давай Гулять так гулять Тогда держись Гвелла Аклан Ну, как тебе? Вырез не слишком скромный? В самый раз Я могла бы заодно Изменить цвет твоих волос Мне всегда нравились брюнеты Ну да ладно На безрыбье и рак рыба Но все В путь Ужин ждет Последний моет посуду Конечно, конечно Ну и... Пошла Вот такие незамысловатые Не понял, о чем мы не скачем Так сказать, незамысловатые Приключения Да легко Ну дам тебе фору Аэммедеде Кэстоат аэс Нонигран Ну давай, ладно, ты победила. Я думала, ты ездишь верхом лучше. Заметь, я скакал на мыши. Для того, кто разъезжает на платве, в этом не должно быть никакой сложности. Теперь понимаешь, зачем мне понадобились эти субстанции? Говядина с корицей, гвоздикой, жареный капун с шалотом. Дело того стоило. Тебе налить белого или... Сухого красного. Ну пусть сперва подышит. Вот это да. Не думала, что ты ценитель львин. Думаешь, ведьмаки питаются салом из утопцев и запивают его водой из лужи? Примерно так. Ну ладно, хватит разговоров на пустой желудок, давай есть. Наверное, это обошлось тебе в целое состояние. Может, мне вложиться? Да нет, оставь. Мне на жизнь хватает. Знаешь, десяток яиц там, три ощипанных курочки здесь. И вообще, мои финансовые дела скоро пойдут в гору. Это как? Как, если позволишь спросить. Ведь в Велине можно найти только работу на полях. Верно. Так что вариантов у меня два. Растить репу или съехать отсюда. Но не об этом я хотела поговорить. Еще раз спасибо за помощь с башней. Ты был великолепен. Это не первое проклятие, которое я снял. Но одно из самых трудных, верно? На острове такое творилось, как, подумаю, меня в дрожь бросает. И лаборатория. Надеюсь, ты все там сжег. Клетки, трупы, бумаги. Так, а если вот так? А почему тебя это вообще интересует? Потому что я понимаю значение исследований, которые там велись. В плохих руках их результаты могут принести огромный вред. Извини, я затронула такую мрачную тему во время романтического ужина. Романтического? Я думал, мы здесь как друзья. Друзья. И не только. Но. Так, а если я не в настроении? А давай я не в настроении, да? А если вот так? Извини, есть кое-кто другой. И что с того? Геральт, Геральт. Как же ты старомоден. Может, ты просто приляжешь и посмотришь со мной на звезды? Ммм, почему бы и нет? Типа выкрутились. Как вы понимаете, есть варианты. Знаешь, как называется то созвездие в Зерекании? Наверняка как-нибудь с драконом. Нет, у него другое название. Немного неприличное. Давай я шепну его тебе на ушко. Эфганин Навр. Кира. Где? Усыпила меня заклинанием. Значит, мне что-то задумало. А то. Башня на головнице. Все с ней понятно. Вот такая она хитрая. А вот еще по благо науки. Господи, сколько заданий. Но его мы с вами уже будем проходить в следующей серии. Спасибо, что вы были со мной. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Купалка. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...